Не телевизор посмотреть, не в интернете посидеть, а ужинать по походному при свете карманного фонаря. Накануне в одной из квартир дома номер 28 по улице Солдатова отключили электроснабжение. Хозяева на себе испытали, каково это – лишиться одного из важнейших коммунальных благ. Включая свет, не горит. Думаю, лампочка перегорела, потом в ванной, везде посмотрел, холодильник не работает. Света не было во всей квартире. Пришлось холодильник всё выкинуть, и всё, что было, залило водой всё у меня. И не помыться, не приготовить еду. Никакого предупреждения об отключении электричества не было, возмущается Сергей. Представители энергосбыта лишь оставили в щитке записку с телефоном и предложением звонить по всем вопросам. Но вечером в учреждении уже никто не брал трубку. Всю ночь без света просидели, а сегодня утром я позвонил. Они сказали, что им пришла директива отключить свет по такому-то адресу. Для меня это было неожиданностью, потому что я знаю, что все счета оплачены у нас за электричество. Добросовестная квартира коммунальная, но соседи добросовестные, все вовремя оплачивают. Дело не в долгах, говорят работники энергосбыта. Выяснилось, что одна из жительниц, ответственная квартиросъемщица, недавно продала свою комнату и расторгла с коммунальщиками договор о поставке ресурсов. Соседи о своих действиях женщина не предупредила. Этот собственник был ответственным квартиросъемщиком. То есть он имел договор электроснабжения на свою фамилию, на свои паспортные данные. И, видимо, продав свою часть в этой квартире, он расторг договор электроснабжения. При расторжении собственником договора электроснабжения мы обязаны уведомить сетевую организацию о том, что у нас расторгся договор и объект электроснабжения должен быть отключен от электроснабжения. Сейчас задача жильцов выбрать другого ответственного квартиросъемщика. Этому человеку нужно прибыть в отделение энергосбыта и заключить на свое имя новый договор. Дело примерно на полчаса, утверждают специалисты. Елена Иговцева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.